С надыходом лета на пограничных переходах повеличиваются черги из автомашин. При этом не которым пассажирам приходится чекать своего часу по некольких годин. Разом с тем на разных пунктах пропуска ситуация не от нольковая. Станом справ у пункте пропуска Новая Гута подекавился Олег Синцеров. Сгодно с нормативами на проверку и пропуск одного ликового автомобиля отводится 10 хвилин, а на практицах этот час случайно удвоя меньше. С уликом высокого пассажиропотока, керавництво Гомельской пограничной группы, промая усима к чему меры по изнижению часу необходимого для пересечения державной мяжи, от задеяничения усих полос оформления до повеличения колькосису працовников пограничной службы в пункте пропуска. Разом с тем скоростить черги могут и сами водители. Только на участке Гомельской пограничной группы працуют три пункта пропуска, а для людей, звичайно, выбирают самый великий Новый Гутом. Навет жихари инжих областей, у яких выбор в уголе значный. Я не такой опытный водитель, если честно. Раньше всегда ездили с женой через этот переход по старой привычке. Остальные даже не знают толком, где находятся, а искать как-то, если честно, линии. Не особо верю, что разница сильно велика. Не знал, что можно, не интересовался. Первый раз поехал на отдых. Вот и попал в такую вот пробку. Не знал, что можно куда-то в другое место ехать. Не интересовался. Информация о черных пунктах пропуска размещена на сайте Державного пограничного комитета, причем она обновляется каждые две годины. Но далеко не все корастаются такой мощностью, как выник некольких годин, потраченных у Чаржи без всякой користи. И еще больше складанная ситуация с автобусами. Навет, когда час на пропуск одной машины Гомельской пограничники скратились с 40 нормативных до 15 хвилин, при Чарже у 30 автобусов чекать приходится довольно шмат. Тут так само есть свои нюансы. Большость рейсовых автобусов, которые накируются с разных областей по затвержденных маршрутах, в Новый год прибывает, чомусь практически одночасово после 16-ти годин. Что-то часа заказного транспорта, то их водители могут выбирать любой пункт пропуска, они, звичайно, едут по звыклам маршруте. Здесь почему? Потому что у нас есть еще на пропуске на границе, где только переход граждане Беларуси. Если есть с российскими паспортами, то не пропускают. Это как центральная таможня, здесь если паспорта есть российские, то здесь проходят. Если на Александровке, там российские паспорта не проходят, только на центральную таможню. Ну и, в принципе, вот сейчас некоторые автобусы поехали туда, кто с белорусскими паспортами. Там очень меньше. В выходные дни про пункт пропуска Новая Гута за сутки проезжает до 3000 транспортных сродков, при том, что инфраструктура пункта различена только на 1700 машин. В туючь в пятницу годинный пик начинается после 15-ти 30-ти, а тому пограничники раючь пересекать державную межу ранней, что дозволит значительно сэкономить час. И еще одна парада, то число необходимости надавать больше уваги своим документам. При измене прозвища, например, паспорт годный только 30 суток, выдаденный детям 5 годов. Иначе придется не только надолго затриматься на межи, а и развитаться с марами об отпочинку. Истечение срока действия документа. Люди по своей невнимательности к документу не обращаются. Затем захотели выехать за границу. Опять же, внимания не обратили. Приехали. Тут выясняется, что документ, срок его действия уже истек. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.